Сотрудничество, совместное развитие и взаимовыгода – главная тема форума в Ирлеоне. Традиционные участники встречи – представители трех стран России, Монголии и Китая. В этот раз специалисты намерены обсудить реальные пути наращивания успехов в таких сферах взаимодействия, как экономика, торговля, туризм, транспорт и приграничное сотрудничество. Буквально в первый день работы форума уже состоялось подписание договоренностей. Странные участники пришли к соглашению оптимизировать перевозки, улучшить межграничную инфраструктуру и повысить грузооборот таких городов, как Ирлянь и Замын-Уд. Сейчас строится расширение дороги к новому пограничному пункту. Открыт новый участок протяженностью более километра между пограничными городами. Решается вопрос о строительстве дороги в 2,5 километра. Министр развития Монголии решил вопрос о недостающем финансировании. Так что можно сказать, что есть определенные подвижки. Хотя много еще предстоит сделать. Мы столкнулись с необходимостью создания логистики, которая отвечала бы международным стандартам. С учетом того, что китайская сторона проявляет большую заинтересованность в импорте полезных ископаемых из Монголии, отмечается экономическая целесообразность строительства и введение в эксплуатацию железной дороги протяженностью 450 километров в направлении от Таван-Талгуй до Сен-Шант. Ну а пока эти планы просчитываются, началась реализация ряда проектов по улучшению приграничной железной дороги. В рамках форума также состоялись отраслевые заседания экономистов. Руководители 60 государственных организаций России и Китая обсудили перспективы совместного туристического бизнеса. Кроме этого, достигли договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как образование, наука, здравоохранение, поддержка брендовой продукции. Одна из главных тем этого форума – это экономический календор, который будет связывать Ирлянь, Китай, Монголию. И российский рынок, в первую очередь, это приграничные районы Бурятия, Иркутская область. С целью снижения нагрузок, связанных с грузооборотом на пограничном пункте Ирлянь, была сдана в эксплуатацию автомобильная дорога протяженностью более полутора километров. Кроме этого, южный сосед выразил готовность сотрудничества в области инфраструктуры. Ирлянь в качестве моста торгового и экономического сотрудничества будет продолжать принимать меры по поддержке взаимодействия трех стран. Администрация города старается повысить уровень комфорта для туристов и упростить визовый режим для бизнесменов, пересекающих монголо-китайскую границу. Монголия на форуме представила свои крупные проекты. Среди них строительство аэропорта, перерабатывающих предприятий, новой железной дороги и сети автодорог. Дэнсма Адганбат, Аист Монголия.